здравствуйте всем я сегодня покажу как изначально от аду я делаю конус для налима в принципе берем свинец там немножко я уже положил ставим на печку такую баночку фанты идем пока мы чем будет плавится на газу вы быстрее бы расплавился на электро лучше расплавить так пока весь наш свинец расплавляется надо подготовить конус бумажку обычную бумажку берем сворачиваем ее конусом какой вам надо это кстати этот метод я в интернете увидел но я буду ставить двойник такой стройник и вот пытался а то мать сейчас возьму свою в машиночку маленькую вот этот срежу срежу его и будет вставлять сюда двойничок мы этот кодом затягиваем до конца и здесь склеиваем дальше смотрим машиночка маленькой все Убираем крючок, сейчас еще немного подровняем. Убираем крючок. Готово. Скрутил конус. Ставил крючок, вот тут вот скотчем примотал. Что дальше остается? Нам дальше остается свинец наш расплавился. Нам надо этот конус, чтобы его в луках не держать, но это я так делаю. Я беру баночку, его сюда и засыпаю гречкой. Вот так вот засыпал. Все, теперь свободно можно брать свинец и заливать. Так, ну вот берем плоскогубцами наш расплавленный свинец и будем сейчас быстренько заливать. Хватит. Так вот. Все, теперь он остывает. Бумага не пригорит. Ну, для более быстрого остужения я его беру под воду. Просто вот так вот. Ну, он еще видите, жиденький. Я его достаю и буду лажут. Ну, под кран. Ну, конечно, не пригорит. У arrows добавили. Сейчас я его остужу, он почти остыл, теперь нам остается брать бумагу. Вот такой вот конус у нас получился, я еще их бывает немножко подгибаю. Потом подгибаю немного двойничок, который у нас получился, подгибаю под пассатижами друг к другу, чтобы они поближе были. Можно, в принципе, и так оставить. Почему с двумя? Потому что с одним крючком, допустим, упал у вас на дно и вот так набок лег. То есть может меньше захвата будет. А вот если взять, допустим, два, он набок упал, один крючок себя ловил. Ну, по моей практике два лучше работают. Так что так вот. Так вот, что у меня получилось с этим конусом. Беда. Обломал у меня два крючка двойник мой. Обломал прям под корень. Вот так вот. Короче, когда я сверлил отверстие, у меня получается, ну, по сути вообще, чтобы просверлить свинец, надо медленные обороты. Я на быстрых оборотах сверлил. У меня зажало сверло и крутануло сам конус. И вот такая беда получилась. У меня есть еще один конус. Такой немножко, конечно, поменьше. Вот так вот я в нем просверлил все-таки. Сделал такое отверстие. И что дальше буду делать? Закину сюда вот шарики с подшипника. Три штучки. Три штучки я сюда закину. И запаяю их. Крышечку такую сделаю. Ну что, ребят, запаял я. Вот. Звон вообще бомбезный. Мне прям нравится. По сравнению с этим, кто смотрел прошлое видео, тут еле-еле слышно. Ну, как я и тогда говорил, что шарика побольше и просто сам этот. Не надо делать, как я в том видео на вот этом стукане делал такую вот эту. Сюда засовывал шарики. В эту трубочку запаивал ее. Потом туда, в самый стукан. Тут просто в стукане дырку сделал. Отверстие большое. Ну, и шарики. Вообще классно. Этот себя показал вот этот. Ну, я даже не знаю, этот точно должен работать. Я его еще доделаю. Наверное, в этом видео сниму. В эту я его сделаю. Фольгу уберу. Класс. Мне нравится. Так, вот такой вот получился стукан. Я сюда вот здесь просверлил дырку. Проволочку вставил. Отпаял его. Шлифанул машиночкой. И вот так получился. Ну, я в основном делал вот это вот колечко более сюда. Но тут шарики. Поэтому я переместил сюда. В центр тяжести, конечно, другой. Но увидим. Сейчас я его покрашу. Ни разу не красил их. Стуканы. Просто обычными вот такими делами. Ну, сейчас покрашу. Для эстетики. Доделал я все стукан. Вот на такой вот у меня удочки. Вот. Покрасил его. Ну, так, в прикол чисто. Щуку сделал. Молду щуки типа. Лаком скрыл. Вот он все стучит. Все тоже стукан. Будем пытаться на этой и на следующей неделе сходить на рыбалку испытать. Всем спасибо, что посмотрели видео. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем удачи. Пока. 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 Пока.